Ко второму этапу роллер-тура трассу подготовили заранее. Ее предварительно вымыли и убрали лишнюю растительность. Несмотря на раскаленный асфальт и палящее солнце, здесь собралось много подмосковных спортсменов. Достаточно много участников собралось сегодня здесь, несмотря на то, что многие находятся спортсмены и элитные, просто находятся на сборах, как в России, так и за рубежом. Ну, такой негативный, будем сказать, момент, что очень жарко, спортсменам как бы тяжело. Но, тем не менее, дистанция хорошо подготовлена, и спортсмены с удовольствием принимают на ней участие. В гонке приняли участие спортсмены разных возрастных категорий, всего 12 возрастных групп. Самые младшие – 94-го года рождения. Среди заявленных участников было много одинцовцев. Из одинцовских спортсменов порядка 15 человек сегодня стартует. Это в основном и ветераны, есть и в основной группе, и среди девочек, среди женщин выступает Алиса Першакова. Она в этом году была призером этапа Кубка мира в лыжероллерном спорте «Наша Одинцовская девчонка». Для каждой возрастной группы предусмотрена своя дистанция – 6, 12 и 18 километров. Спортсмены стартовали с 30-секундным интервалом. На этом кругу 6-ти километровом есть три достаточно опасных спуска, где стоят судьи-контролеры, которые предупреждают участников. И участники, зная этот круг, в общем-то, знают, как проходить эти сложные участки. Среди мужчин 89-го года рождения и старше первое место занял Евгений Горячев. Его результат – 36 минут 6 секунд. Второе место – Иван Марченко из клуба «Спартак». 36 минут 8 секунд. Василий Ильин из «Общества Динамо» пришел третьим с результатом 36 минут 48 секунд. В категории ветеранов 60-х годов рождения быстрее всех преодолел трассу «Одинцовец» Юрий Комлев – 38 минут 5 секунд. Вторым финишировал Валерий Носенко из города Клинцы – 38 минут 28 секунд. Третьим – Александр Щепеткин из Краснознаменска – 39 минут 58 секунд. Среди мужчин 50-х годов рождения первым оказался Олег Фролов. Из Петрозаводска – 40 минут 32 секунды. Вторым – Виктор Гуляев – 40 минут 43 секунды. И Александр Филиппов из Серпухова – 41 минута 14 секунд. Юноши 90-х годов рождения бежали только один круг. Первым пришел Андрей Горбунов. Его время – 13 минут 36 секунд. Какие самые сложные участки трассы? По моему счету, самые сложные здесь – это повороты, которые на спусках. Они очень крутые, тем более слегка смоченная трасса, и приезжать в них очень трудно. А джера не мешает ехать? Я бы сказал, что не очень. Доволен с вами результатом? Я – да, вполне. Среди девушек 89-го года рождения победила Елена Родина – 28 минут 50 секунд. А у девушек 94-95 годов победительной цель стала Мария Лихачева – 15 минут 41 секунда. Следующие три этапа пройдут в Нижегородской и Ярославской областях, Истринском районе Подмосковья. Георгий Алушев, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.